На улице Солнечной в селе Крымское 72 дома. Газовая труба проходит совсем рядом, по кромке леса, буквально через дорогу от частных домовладений. Однако еще недавно не каждому было под силу довезти голубое топливо от нее до своего дома. Если, например, еще три месяца назад жители не могли подвезти газ, то есть необходимо было 500 тысяч, 600 тысяч, просто эту подводку, центральную трубу сделать, жители собирались, скидывались деньгами, чтобы обеспечить доступность газа, то сейчас по указанию президента, согласно нашей программе, сейчас реализуется этот проект, то есть газ в каждый дом. Одним из первопроходцев программы соцгазификации в Крымском стала семья Моисеевых. Как только президент наш объявил о вступлении в силу этой программы, мы сразу обратились в Мособлгаз и буквально через неделю нам сказали, что наша заявка одобрена. И через меньше месяца пришли люди и помогли нам обрести это счастье в дом. Всего за три дня рабочие установили необходимое оборудование и счетчики, провели трубу до котельной в доме. Вот кран и котел, но еще немножко не домонтировали, там требования какие они выставили, вычешку надо доделать и от котла выход, чтобы был, ну в процессе. Раньше семье для отопления дома, обогрева воды и приготовления пищи приходилось закупать газ в баллонах. Хватало его дней на пять, а в морозные дни и того меньше. Теперь это в прошлом. Бывают моменты, когда они уезжают отдыхать куда-то, то приходится бабушке здесь находиться, как говорится, на хозяйстве. И бывают моменты, когда заканчивается баллонный газ, и мне приходится переключать, и я на телефоне, Валера, куда что нажимать. Но теперь все это закончилось. Теперь у нас будет постоянное тепло в доме, постоянный газ. Светлана и Валерий мечтали о проведении газа с момента строительства дома. Уже 10 лет президентская программа социальной газификации помогла реализовать их мечты в кратчайшие сроки. Я так думаю, что придет зима, когда мы перестанем платить за электричество и ездить за баллонами. Вот тогда мы оценим в полном объеме вот эту радость. Тогда мы будем рады. Ну, вернее, мы и сейчас рады, но вот тогда это будет эйфорией, наверное. На сегодня в Кубинке газифицировано около трети домов более чем в 20 деревнях. До 2023 года голубое топливо в рамках социальной газификации появится там, где вблизи населенного пункта имеется газопровод. Главное, чтобы домовладение и земельный участок были в собственности. В остальные дома газ подведут позднее. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.